Рокстар Геймс Время плохих парней прошло. Во всяком случае, так считает компания Тим Бондай. Поработав под чутким руководством Рокстар Геймс, она, наконец, готова пригласить нас в мир Нуара, чтобы познакомить с трудной работой слуги закона. Что ж, давайте посмотрим, каково это быть положительным. Элли Нуар предлагает нам тур в Лос-Анджелес 40-х годов. Рассвет Голливуда, разгул преступности, развитие бизнеса. Все это доставляет полиции массу неудобств. То гангстеры в очередной раз оставят трупы, то грабители в очередной банк полезут, то второсортная киностудия окажется злачным местечком. А ведь департаменту нужно повышать уровень раскрываемости, иначе власть примет меры и полетят головы. В трудный для полиции Лос-Анджелеса час в ее дверях появился Коул Фелпс. Герой Второй мировой с явственным комплексом вины начинает карьеру в роли обычного патрульного. Вскоре он получает повышение, после которого меняет отделы, как перчатки. Отдел дорожно-транспортных происшествий, отдел убийств, отдел поджогов, отдел нравов. Вместе с Коулом вы побываете везде. Разумеется, просто так на него никто и не взглянет, даже напарник. Ключ к успеху – успешно раскрытые преступления. Полученное дело зависит исключительно от отдела, в котором на данный момент работает Фелпс. Если это нравы, приготовьтесь к богемному образу жизни наркотикам и женщинам. Если убийство – к регулярной возне с трупами и уликами на месте преступления. Его осмотр – первое, что делает Коул после общения с начальством. Вместе с абсолютно бесполезным напарником он должен выяснить, что послужило причиной смерти. Как максимум – найти орудие убийства или то, что вызвало смерть. Как минимум – достать хоть одну зацепку, которая позже, возможно, выведет на злоумышленника. Поначалу кажется, что сбор улик – невыносимо сложное занятие. На земле разбросаны бутылки, газеты и окурки, каждый из которых мог принадлежать преступнику. Дать осечку проще простого, но не тот-то было. Сами разработчики помогают вам найти выход. Как только вы приблизитесь к маломальски важному предмету, джойстик завибрирует, а вам останется проверить, что вызвало его волнение. Если предмет бесполезен, Коул сам скажет об этом. Если же он представляет важность, то мигом попадет в блокнот, где хранятся списки улик, подозреваемых и мест, относящихся к делу. Как только вы поймете, что к чему, скорее всего, настанет время допроса. Подозреваемый, свидетель, троюродный дедушка жертвы – все равны перед Фелпсом. И что главное – перед вами. Допрос – козырной туз Элей Нуа. Именно он рекламировался с самого начала пиар-компании. Дело в том, что при создании игры разработчики использовали технологию захвата мимики. Каждое движение брови, скулы или носа актера оказалось в игре. Элей Нуа даже побывала на кинофестивале «Трайбэка», став первой в истории игрой на подобном мероприятии. Но вернемся к допросам. Во время разговора с человеком вам необходимо понять, говорит он правду, недоговаривает или лжет. В зависимости от этого вы можете сделать выбор – поверить, надавить или уличить во лжи. В последнем случае вам потребуются веские основания, за которыми Коул тут же полезет в свой блокнот. Если вы правы, и свидетель таки лжет, то выбрав нужную улику, вы расколете его. Если же Фелпс дал маху, беседу можно считать законченной. За каждый удачный момент диалога Коулу начисляют опыт. С ростом уровня он получает очки интуиции, которые можно использовать во время беседы. Так, например, можно убрать неправильный вариант ответа или посмотреть, какие улики подходят для обвинения. Но не только допросы и победы на детективном фронте приносят опыт. В процессе игры вы можете выполнять дополнительные задания. О них сообщается в полицейской машине по рации. Приехать на место перестрелки, спасти самоубийцу, нагнать грабителей, наказать извращенца. Всего призовых миссий 40, так что скучать не придется. Скуку могут нагнать разве что сюжетные задания. Например, в отделе убийств всего два интересных дела – первое и последнее. Все, что между – суровое самокопирование. Однако большую часть времени вас ждут увлекательные расследования. Что важно, совершенно непредсказуемые. Никогда не знаете, где Коул окажется в следующий миг. Вроде бы только что он осматривал труп несчастной девушки, а вот уже участвует в масштабной перестрелке в кинопавильоне. Стрелять разрешают нечасто. Именно так – разрешают. Не забывайте, это не ГТА. Главный герой все-таки полицейский и ни за что не откроет огонь по-гражданским. Да что там, пиво не выпьет. И в карты не сыграет. И даже машины чужие не побьет. Вот жизнь-то, а! Свободы в Лос-Анджелесе нет, как в общем и особой жизни. Хотя город воспроизведен с потрясающей точностью, он кажется мертвым. Заскриптованные авто и пешеходы снуют, туда-сюда зачастую никак на Коула не реагируя. Даже если он включит сирену, никто не подумает уступить ему дорогу. Ясно теперь, когда появилась фраза «фак да полис» – посылают Фелпса даже заборы и коробки. Иначе говоря, физика. В мире Л.А. Нуа законы гравитации действуют как-то по-особенному. Может быть, потому что в игре засветился доктор Уолтер Бишоп из сериала «Грань». Может, потому что разработчики плюнули на это дело и сосредоточились на атмосфере. Каждое здание, каждая улочка напоминают о том, что мы гуляем по Лос-Анджелесу 40-х. Да, здесь бывает дождливо и мрачно, но ведь это же город ангелов. А ролики? Ролики – вообще отдельная история. Редко встретишь проект с такой постановкой. Воспоминания Коула о войне, заставки перед каждым расследованием, просто сценки – все это объясняет, почему Л.А. Нуа позвали на Трайбеку. Чего стоит игра актеров? А ведь вы не только слышите их голоса, но и видите самих говорящих. Весомый вклад в атмосферу вносит и сюжет. Набирать обороты он начинает ближе к середине игры. Тогда же мы, наконец, понимаем, что является собой Коул Фелпс и почему ему снятся кошмары о войне. Начиная с середины, вы играете уже не столько ради допросов и расследований, сколько ради того, чтобы узнать, чем все закончится и кто подставил. Нет. Не скажем мы вам, кто кого подставил. Интрига, сами понимаете. Просто пройдите Л.А. Нуа, она того стоит. Такие игры появляются раз в десятилетии. До встречи через 10 лет, Коул!